В странах Европы более 4 миллионов украинцев получили временное убежище и за последний месяц их количество снова значительно выросло. По количеству беженцев из Украины после Польши идут Германия и Чехия. Тем временем на российской границе с ЕС тысячи украинцев днями ждут, чтобы попасть в ЕС с оккупированных территорий. Об этом и не только далее в выпуске, но и новостей. Великая страна заботится о своих орках, поэтому предлагают кредит на обмундирование своих военных. Тем временем, как со складов, загадочным образом исчезает форма. Это мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые у нас лежали на секунду приема личного состава. Украинские войска продвинулись за Лиман и превратили катастрофу. На Хариковщине под Дамбой нашли 650 килограммов тротила. Мы думали, что четыре мутанта копали, а на самом деле один экскаватор. Служебный пёс затрофеял российский беспилотник. Теперь он будет служить в СУ. Но благодаря санкциям наших стран-партнеров, Россия больше не может изготавливать такие БПЛ. Дорогие любимые подписчики, вот вы спрашиваете, почему я всё время как нищенка у церкви упрашиваю от вас лайки и комментарии? Отвечаю, алгоритм на соцсетей упрямая штука. Если вы не оцениваете и не реагируете на нашу работу, её не продвигает сеть. Чтобы нас видело больше людей, поставьте лайк этому видео или ещё лучше напишите комментарий. Нам очень важна ваша поддержка. А теперь вперёд к новостям. В СУ уже вышли за Лиман и взяли под контроль населённый пункт Торская, сообщают украинские военные. За ним уже криминная Луганской области. Генштаб пока этого не подтвердил. При отступлении из Лимана российские военные понесли огромные потери, говорится в сводке британской разведки. Очевидно, что в Лимане стояли недоукомплектованные подразделения западного и центрального военных округов России, а также мобилизованные резервисты. А вот так дети встречали украинских защитников в Ковшаровке Харьковской области. В России после объявления мобилизации появился новый вид микрокредита буквально на аптечку мобилизованным. Обещают выдать деньги за час и 98% вероятности одобрения. Чтобы мобилизованному отправиться на путинскую войну, нужно потратить около 76 тысяч рублей, выяснил канал «Можем объяснить». Стоимость комплекта новобранца выросла на сотни процентов, от 140 до 1800. В самой отрицательно победоносной армии мира снова творятся очень странные дела. Генерал и депутат Гурулев, тот самый, которому нечем было объяснить лиманский котел, не знает, чем объяснить пропажу полутора миллионов комплектов формы. Исчезла она вместе с генералом Булгаковым, которого недавно сменил генерал Мизинцев. Это мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые у нас лежали на всех пунктах приема личного состава. У нас есть проблемы то с формой, то еще с чем-то. Оно все было, оно куда испарилось-то. Вот это до сих пор никто, нигде, никак и никак ничем не может объяснить. Огромные очереди из украинских беженцев образовались на границах России с ЕС. Сейчас это единственный способ сбежать с оккупированных украинских территорий. Люди начали прибывать на погранпереходы с середины сентября, но в последнюю неделю ситуация приобрела угрожающий характер, пишет Фонтанко. Об этом сообщают волонтеры, работающие на границе анонимно. Особенно сложная ситуация сложилась на погранпереходах Ивангород, Шумилкино, Бурачки, Убылинка, Лудонка. Людям приходится ночевать на земле без еды, воды и минимальных удобств. Все это яркое подтверждение отношения Москвы к жителям оккупированных территорий. И того, как украинцы хотят жить при Путине. Очереди по 3-7 суток, сотни человек. Спят на земле, у многих нет денег. Закончилась еда. На Куничиной горе больше 200. Сегодня еще один автобус приехал. Спросила людей прямо перед шлагбаумом. Стояли 6 с лишним суток, мама с двумя детьми. Нашумил кино, мне кажется, уже больше тысячи человек. Тем временем, как конституционный суд рисует все, что хочет Путин, он признал соответствующими конституции договоры об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, подписанные Путиным с главарями и коллаборантами оккупированных регионов. Теперь аннексию должны окончательно оформить Госдума и Совет Федерации, приняв соответствующий конституционный закон. Ожидается, что это произойдет 3 или 4 октября. Путин уже не тот. Украинская разведка допускает, что тот бункерный, который выступает на публике, совсем не тот человек. Накануне в интервью украинскому телеканалу о том, что у Путина есть двойник, говорил глава украинской разведки Буданов. А теперь представитель пресс-службы разведки Юсов говорит, человека по имени Путин давно не показывают по телевизору. А политики мирового уровня неоднократно демонстрировали свое отношение к конкретной фигуре, которая стояла на сцене, заставляя ждать. Важно понимать, что Путин – это сейчас собирательный образ. Это режим, это определенная коллективная система. И все больше в этой коллективной системе весит не сам диктатор или тот, кто выдает себя за него, а круг людей, который стоит за ним – это старые номенклатурщики, силовики и спецслужбисты прошлых поколений. Это люди, которые скучают по Советскому Союзу, по методам СССР, которые не понимают современного мира, которые загнали себя в конспирологию и живут в параллельном мире. Накануне телеграм-канал распространили видео, как расисты закапывают морские мины в Херсонской области. Оказалось, оккупанты закопали 24 тонны тротила в виде мин для того, чтобы снять победоносный ролик. В нем танк одним выстрелом якобы уничтожает склад боеприпасов в СУ. Оскар – режиссером Минобороны РФ, но, к сожалению, Россию туда тоже не пускают. Украинские саперы разминировали дамбу на севере Харьковщины. Рашисты заложили взрывчатки больше, чем для подрыва северного потока, сообщают украинские военные. Они обнаружили целый склад мин. Общий тротиловый эквивалент находки составлял около 650 килограмм. Это 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы. В случае взрыва вода могла затопить несколько населенных пунктов. Мы думали, четыре мутанта копали, а на самом деле один экскаватор. Это ж прикинул и пропхал туда. Хороший экскаватор. Хороший экскаватор. Червона Колына снова в Крыму. Финалистка крымского конкурса красоты наделала много шуму в сети после победы благодаря своей внешности. И вот она снова в центре внимания. Ольга Валеева исполнила украинскую песню «Червона Колына». Видео выложила ее знакомая, за что получила очередную порцию травли. И тут же стала оправдываться, что не знала о современном смысле этой песни. В Госдуме уже призвали наказать мисс Крым-2022. Ранее на полуострове арестовали и назначили штрафы гостям и организаторам свадьбы за то, что включили эту песню на торжестве. Главу Киево-Печерская лавры митрополита Павла задержали на контрабанде. Об этом пишут украинские телеграм-каналы. Его якобы остановили на границе, когда он пытался вывести дорогостоящие иконы, однако отпустили. Павел много лет занимает кресло наместника лавры и является достойным последователем своего шефа Гундяева. Известен своей антиукраинской позицией, многочисленными скандалами, а также любовью к дорогим автомобилям и нежеланием соблюдать правила дорожного движения, из-за чего митрополита прозвали в народе Паша Мерседес. Митрополит уже записал оправдательное видео. Везли мы купленные иконы, три, которые не имеют никакой исторической ценности, а просто купленные и попросили СБУ или кто там, я не знаю, сфотографировать эти иконы. Позднее я его поймал и подарил по шоколадке, по календарю и сделали фото для молитвы. Потому, что молитва это самое главное. И нас пропустили. В Харьковской области, на границе с РФ, украинские нацгвардейцы затрофеяли беспилотник-разведчик. Почти целый и невредимый аппарат нашел служебный пес «Зевс». Ему четыре года, с трехмесячного возраста он на службе в нацгвардии. Дрон подлатают и отправят на службу в ВСУ. Для сокращения времени и сохранения жизни личного состава, командир группы принял решение вызвать служебную собаку на поиск на местности. Собака находилась в свободном поиске и нашла аппарат. После чего группа подошла и передал сбитую птичку в руки специалистов. Все его детали с передовых стран. Но благодаря санкциям наших стран-партнеров, Россия больше не может изготавливать такие БПЛ. А вот пограничники тоже нашли себе пополнение. Достали маленькую овчарку из выгребной ямы, щенка отмыли, откормили. И теперь она помогает воинам охранять позиции. На этом мне вам больше рассказать нечего. Напоминаю, самая актуальная и интересная информация о всех грамм-каналах НЕХТА. Поддержать нашу работу и развитие наших ютуб-ресурсов можно по ссылкам в описании. Призываю вас к активным дискуссиям в комментариях. Или же поставьте лайк этому видео. Это поспособствует продвижению и еще больше людей знают правду. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч. Хороших вам новостей. Слава Украине. Жыве Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова